Девушки отдыхают 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 Мы ее должны дать. Только что куда потратит эта семья вот эти деньги? Вот направление, да? Поэтому надо изучить действительно, сколько нуждающихся в улучшении жилищных условий, и есть ли необходимость ограничения. Плюс какие транспортные средства, это машины или снегоходы. Вести ограничительные меры на использование материнских сертификатов надо. К такому мнению пришли участники комиссии. Вот только какие предстоит тщательно проанализировать. Администрации округа рекомендовали до 6 марта проработать этот вопрос с учетом всех замечаний и предложений. Еще один вопрос, который рассмотрели на предсессионной комиссии, касается специализированного жилья для молодых специалистов. Студенты из Нинецкого округа, окончившие вузы и вернувшиеся на родину, должны иметь те же права, что и приезжие. Об этом неоднократно говорил глава региона Игорь Кошин и поручил разработать механизм равного обеспечения мерами соцподдержки. Сегодня на рассмотрение комиссии был вынесен проект закона о внесении изменений в окружной закон о специализированном жилищном фонде для молодых специалистов уроженцев округа. Закон, на мой взгляд, который носит понятия такие как справедливость и равные права выпускников уроженцев Нинецкого автономного округа, для которых и родина является привлекательной. Все депутаты на сегодняшний день проголосовали за то, что этот вопрос нужно выносить на сессию. И самое главное, что в рамках трудовых отношений, которые будет заключать через договорную форму молодой специалист или специалист, который получил какой-то опыт, но вернулся обратно на Ринмар, с обязательным решением ехать в округу, зная, что его жилищная проблема будет решена. Проект закона вынесен на ближайшую сессию 5 марта с рекомендацией принять в первом чтении. И еще о работе депутатов. На этой неделе они побывали в комплексном центре социального обслуживания. Вместе с пенсионерами законотворцы обсудили снос ветхого и аварийного жилья, передачу полномочий из области в регион, обеспечение людей высокого возраста лекарственными препаратами. Впрочем, это не все. Алена Валей продолжит. Встречи с пожилыми людьми в комплексном центре социального обслуживания проходят традиционно, но список вопросов остается огромным. Это переселение из ветхих и аварийных домов, работа управляющих компаний, переезд жителей нашего региона в благоприятные климатические условия. Пенсионеры стоят в очереди на переселение в другие районы России по несколько десятилетий. Только вот очередь не движется. Там и пенсионеры есть, и другие категории граждан. Всего их четыре. Я просто на память часть не назову. И самое первое – это инвалиды. И сегодня это регулируется федеральным законом. Мы на своем уровне изменить ничего не можем, потому что федерация дает на переселение деньги. Федерация сказала, пока не закроется предыдущая очередь, другой не переходит. По словам пенсионеров, гораздо удобнее, если субсидии распределять в процентном соотношении на все категории. Представители депутатского корпуса пообещали обратиться с законодательной инициативой по этому вопросу в Госдуму. Коснулся разговор и отпуска льготных лекарств. С 1 января все полномочия перешли обратно в наш регион. Теперь льготные препараты получить стало проще. Препараты будете получать в аптеках Ненинской фармакции в Искальдико и в Центральной фармакции. Больше бесплатные будут подписаны. Звучали частные вопросы по уборке снега с придомовых территорий, увеличению платы за коммунальные платежи и содержанию домов. Так в доме по улице Россихина 14 ежегодно протекает септик. Сейчас весна. Все это пойдет не по дому. Оно пойдет в лес. Все загадит. Там запах стоит уже. Сколько я ходила, в администрацию ходила. Ничего пока не делается. Сейчас рядышком провал опять. Там опять поток течет. Не знаю, никто ничего не делает. Депутат от поселка Искателей Ольга Каменева пообещала решить вопрос с утечкой нечистот. Люди сюда приносят те проблемы, с которыми они сталкиваются в жизни. И мы очень рады, что такие встречи дают нам возможность понять, что конкретно в этот момент тревожит людей. И таким образом корректировать свою законодательную деятельность и вместе с коллегами с администрацией корректировать деятельность исполнительного распорядительных органов. Но, пожалуй, самой злободневной темой стали взносы на капитальный ремонт. Чтобы пенсионеры смогли получить исчерпывающие ответы, Виктор Кмить пообещал провести еще одну встречу с этой группой оздоровления, на которую он пригласит генерального директора фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого округа Павла Масюкова. Из нового перемещаемся в Европу. В Турции началось строительство нового рыболовецкого судна для флота Ненецкого округа. Событие для нашего региона без привлечения знаменательное. Этот международный проект – первый в истории субъекта. Траулер построят по норвежским технологиям, которые конструкторы существенно модернизировали и улучшили. Будущее судно уже получило имя. Его назовут «Печора». Современному траулеру предстоит заменить устаревший флот семи колхозов регион на характеристиках судна с европейским акцентом в следующем репортаже. Ходить по акватории «Печоры» турецко-норвежское судно, конечно же, не будет. Глубина «Печоры» просто этого не позволит сделать. Базироваться новый траулер будет в водах Баренцева моря, то есть в Мурманской области. Там же будет ловиться рыба, а уже оттуда ее будут доставлять в столицу региона. Кстати, о строительстве нового траулера говорили уже давно, аж с 90-х годов. Но реализовать проект получилось только сейчас. Его сравнивают с немецким «Мерседесом» бизнес-класса. Яркие, изящные, европейские, ничего лишнего. Каждая деталь и механизм словно сливаются воедино. Впрочем, как и должно быть. Минувшее лето в очередной раз подтвердило. Рыболовецкий флот региона срочно нуждается в модернизации, то есть в новом судне. Старые уже устарели. Всего их три самому молодому 21 год. А проекту, по которому был построен траулер, за 50. Ремонтировать бесполезно. Через несколько лет все действующие промысловые суда уйдут на пенсию. И тогда наш регион может вообще остаться без рыболовецкого флота. Флот нужно менять. То есть у нас, в принципе, мы этим флотом сможем максимально работать до 2022 года. В 2022 году у нас все равно, в общем, там подойдут сроки определенные, когда классовые ремонты. То есть и ремонтировать нам просто уже регистры их не продлит. То есть мы в 2022 году просто лишимся флота. Новый траулер заменит все три устаревшие судна. Его технические данные это позволят сделать. Мощность Печоры – 4000 лошадиных сил. Старая уступает почти в 4 раза. Вместимость трюма – 700 тонн продукции. Поэтому та квота, которую выделяет рыбак колхозсоюзу в водах Баренцева моря, в дальнейшем будет освоена на 100%. Стоимость международного проекта – примерно 22 миллиона евро. Судно для Ненецкого округа строят на судоверфи Стамбула по норвежскому проекту. На торги помимо Турции выходили Польша, Литва и Россия. Но все они за создание траулера запросили космические суммы. Выбор пал на турецкую компанию «Терсан». Корабелы пообещали. Печора под флагом выйдет в море уже в апреле будущего года. Мы разговаривали с норгами, которые продали нашим партнерам судно, стараясь построить новое. И у них примерно одинакового проекта. Мы разговаривали, как он ведет себя на промости. Он говорит, если норг говорит сказка, будем надеяться. Это судно уже более мощное. Зарегистрирован траулер будет в Наринмарском порту. Однако увидеть его своими глазами жители региона, к сожалению, не смогут. Подбазироваться и работать в Печоре предстоит в Мурманской области. Зато пойманная рыба моряками новенького траулера непременно окажется на прилавках магазинов всего Ненецкого округа. Теперь отправляемся в Коткино. От каждого по возможностям, каждому по труду. 85 лет отметили работники сельскохозяйственного кооператива «Сула». В юбилейный день вспомнили тех, кто стоял у истоков Коткинского колхоза и наградили лучших работников. Побывала на празднике и наша съемочная группа. Современный колхоз «Сула» берет свое начало с 20 века. В январе 1930 года в Коткино создали рыболовецкую артель, которая уже через год выполнила план по вылову рыбы. Сегодня «Сула» – крепкий сельскохозяйственный кооператив, который не только добывает рыбу, но и производит свою молочную продукцию, выпечку и мясные полуфабрикаты. Часть продукции вывозят на продажу в Наринмар, остальное реализуют в Коткино. У нас все хорошо разбирают, всю молочную продукцию, мясную, и даже городские приезжают, все разбирают у нас. Гуляш, котлеты, мясо, говядина, фарш. Элина Канева в колхозном магазине работает уже больше 11 лет. За верность своему делу девушку наградили благодарственным письмом Заполярного района. Таких преданных работников в СПК РК «Сула» 62 человека и работают все не по одному десятку лет. Ольга Конюкова, например, аж 38 лет своей жизни. В колхоз пришла работать в 19 лет. Я работала на ферме, сразу пока бригадиром, а потом, ну не знаю, вроде работали и работали, кто его знает. Всяко было, где хорошо, где плохо, ну что делать. Работали, вся жизнь прошла в колхозе. Детей вырастили, выучили, все с колхозом связано. Именно дружный коллектив – залог успешной работы отмечает председатель колхоза Алексей Коткин. Сегодня он тоже принимает поздравления и слова благодарности. Из всех подарков для него и всех жителей села – лучшее строительство новой фермы. В этом году на эти цели заложено 20 миллионов рублей. Планируется, что новая ферма будет вмещать в себя до 200 дойных коров и еще столько же телят и быков. Впрочем, обновлять надо не только ферму. Пекарня также требует ремонта. Ну да, несчастный ремонт уже сделать косметический, может быть даже где-то капитальный, но пока все нормально работает. Это так же ведь, как износился костюм, пошел новый купил. Это так же все. И производство так же она идет. Производство действительно идет. За 85 лет СПК Аркасулы из рыболовецкого колхоза превратилось в серьезное хозяйство со своим маслозаводом, пекарней, телятником и коровником. Новых успехов и расширения ассортимента колхозу в этот день пожелали первые лица округа и района. Завершилось празднование юбилея концертом самодеятельных коллективов, среди которых, кстати, практически все артисты – работники колхоза. Вот такие вот мастера на все руки. И еще о юбилейной дате. 85 лет в этом году исполнится социальному проекту «Красный чум», который направлен на оздоровление коренных жителей Крайнего Севера. Первый аргиш «Красного чума», согласно историческим данным, отправился в тундру еще в 1929 году, когда был образован Ненецкий округ. Слово Надежды Литковой. В 2008 году «Красный чум» получил долгосрочный ежегодный плановый характер и обрел партнеров. В архиве есть документ, в котором описываются проблемы, с которыми столкнулись врачи в начале прошлого столетия. В начале 21 века мы сталкиваемся практически с такими же проблемами. Когда мы выезжаем в населенные пункты, не хватает катастрофических помещений. Не хватает помещений для организации приема, нет кабинетов в сельских населенных пунктах. Невозможно создать приемлемые бытовые условия для размещения специалистов. Врачи работают даже по семь дней, но необходимо каждому человеку выспаться после напряженной работы, чтобы уже на следующий день с новыми силами приступить к своим обязанностям. В 2014 году бригада врачей «Красного чума» отправилась на запад округа, в Канинскую тундру. Врачи работали в поселках Ома и Несь, обследовали оленеводов СПК «Восход» и общины Канин. В состав бригады вошли 11 специалистов – невролог, эндокринолог, отоларинголог, офтальмолог, хирург-травматолог, педиатр, психиатр-нарколог, дерматовенеролог, врач-узи, терапевт, стоматолог, а также медицинские сестры и другой персонал. Всего 18 человек. Осмотрено было более 1400 человек. Выявлено более 2500 заболеваний. По совокупности выявленной патологии, взрослое население двух поселений чаще всего страдает болезнями глаза и его придаточного аппарата. На втором месте стоят болезни органов пищеварения, на третьем – заболевания костно-мышечной системы, на четвертом по выявленной патологии стоят болезни системы кровообращения. В ходе реализации проекта организаторы, кроме первоначальных задач, вставят и новое – обучение чумработниц методом оказания первой медпомощи и правилами использования аптечки, а также обеспечения оленеводческих бригад медикаментами. Свою работу врачи выполняли с раннего утра до позднего вечера. Пациенты с острой болью приходили даже ночью. Доктор просто вставал, шел, делал свою работу. Но завтра они просто снова вставали и снова работали. Поэтому я думаю, что все, кто хотели попасть, попали. Хотя нагрузка была слишком большая, конечно, это неправильно. Потому что чем больше нагрузка, тем больше недовольство населения. То, что есть очереди, то, что не могут попасть быстро. Медработники, проводя работу в дошкольных учреждениях, школах и со взрослыми, устают. К тому же бригада формируется из докторов, основная работа которых – поликлиника. Их длительное отсутствие мешает работе с пациентами. По итогам работы круглого стола его участники разработали резолюцию, в которую внесли свои предложения по улучшению работы проекта. Цветы, волнения и бурные овации. Позади многодневные переживания. Впереди очередное испытание. В регионе выбрали лучшего педагога. Конкурс проходил по всей стране, в том числе и в нашем субъекте. Итак, кто же стал учителем года в Ненецком округе? Узнаем прямо сейчас. Открытые занятия, творческие презентации, мастер-классы профессионального таланта и дискуссия. Такие испытания ждали педагогов. Конкурсантки не скрывали свою радость. Конкурс для многих закончился, а значит, позади все волнения и переживания. Только для победительницы главное волнение еще впереди. Это наши традиционные конкурсы. Учитель года, воспитатель года, сердце отдаю детям и воспитать человека. Вот эти конкурсы у нас проходят ежегодно. Победители регионального этапа представляют наш округ на заключительном конкурсе в Москве. Цветы волнения, бурные овации – все это испытали участницы конкурса «Учитель года-2015». Выбирали лучшую из лучших. Все они профессионалы, любят свое дело и, главное, умеют заинтересовывать детей. Лучше всех это получается у Ольги Гвоздевой школы поселка Искатели. Именно она стала учителем года. Общий педагогический стаж 15 лет. Я закончила Поморский государственный университет в 1999 году. И вот с тех пор, зайдя в школу в качестве уже не ученика, а педагога, захожу туда каждый день. И результаты стали сегодня только известны. Но, знаете, вот, нет, не ожидала, даже не думала. Вот идешь показывать себя, да, показываешь, действительно не задумываешься над тем, победишь ли ты сегодня или нет. Для меня было это неожиданно, приятно неожиданностью, конечно же, потому что все-таки победа. Всего в конкурсе приняли участие пять педагогов из школ округа. Трое стали лауреатами конкурса. Среди них учитель физкультуры Антуфьева Надежда Борисовна. Нет, конечно, каждый из нас в душе надеялся на то, что станет победителем, но своим участием я, наверное, прежде всего доказала самой себе, что я могу. Очень понравилось, очень занимательно. И вообще, мое мнение, участвовать в этих конкурсах не из-под палки, а пожелания. Каждому очень волновались. Очень волновались за этих два дня, столько адреналина. Уроки – это не просто занятия, а целая жизнь, которую педагоги проживают вместе со своими учениками. И уж они точно знают, как сделать урок интересным и запоминающимся. Вечная память погибшим воинам. В Тельвецке состоялось торжественное открытие мемориала солдатам, отдавшим свою жизнь на Великой Отечественной. Обновление памятника шло практически два года, и вот, наконец, все готово. Одними из первых новый облик монумента увидели мои коллеги. Старый обелиск землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, был открыт в Тельвецке еще в ноябре 1974 года. Он представлял собой кирпичную отштукатуренную стеллу. Новый мемориал изготовлен из камня. За обновление обелиска ходатайствовали всем селом. У многих телевещан на войне погибли родственники. 160 человек ушло из телесочного сельсовета на войну. И лишь 31 из них вернулись обратно домой живыми. С сегодняшним мероприятием мы отдаем долг чести и памяти нашим землякам. Сегодня мы скорбим и склоняем голову перед теми, кто не дожил до наших дней. Вечная им память, вечная им слава. Анатолий Беляев Великую Отечественную потерял отца и считает, что отдать дань памяти всем воинам, которые не вернулись с поля боя – его обязанность. Я считаю, что это мой долг – организовывать, помогать, вернуться к памяти тех, кто ушел, не вернулся, хотя ушел не воевать, не умирать, а защищать наш родственник. Впрочем, не только пожилое население радуется новому обелиску. На митинге в честь открытия мемориала много молодежи. А обелиск говорит тем, что нам, грубо говоря, не по барабану, что люди, которые воевали, отдали свою жизнь за это. Поздравить телевещан с открытием нового памятного знака приехали и первые лица округа. Кстати, обновление памятника проходило за счет окружного бюджета. Мемориал обретет свой окончательный вид весной, когда на нем появится доска с именами тех, кто с войны вернулся и ушел из жизни уже в мирное время. Переходим к спорту. Новые впечатления, друзья и награды. Воспитанница Норда Анастасия Канева привезла две бронзовые медали с первенства России по пауэрлифтингу. За награды в двух дивизионах, экипировочном и безэкипировочном, боролись около 200 участников. Поэтому конкуренция была жесткая, но Настя выдержала этот тернистый путь и гордо поднялась на пьедестал. Анастасия Канева, воспитанница дворца спорта Норда, объездила почти полстраны. В феврале она побывала еще в одном городе – Бердск. С 16 по 21 февраля в нем прошло первенство России по пауэрлифтингу в жиме лежа. Два третьих места, третье место в экипировке в категории 52, а тоже третье место выступала в другой день, это без экипировки, классический жим. Пожала 75 килограмм в экипировке, а без экипировки 60 килограмм. На помосте развернулась ожесточенная борьба за призовые места. Представительница Магаданской области, которая заняла первое место, показала результаты всего лишь на 10 килограммов больше. По словам тренера Валерия Мартынова, у нашей спортсменки есть все шансы в следующем году повысить результаты. «Разбор полетов мы уже провели, есть некоторые моменты, которые мы исправим, и на следующие соревнования, которые будут через год, будем уже чисто биться за первое место. Тут уже однозначно мы себе планочку так поднимаем, шансы у нас все есть, мы в призерах состоим, не на большую сумму мы отстаем». Также Анастасия попала в резерв сборной России. Это дает право при отказе спортсменок, занявших первые два места, попасть на первенство мира и защищать честь страны. Но пока девушка готовится к новым соревнованиям. В апреле пройдет чемпионат и первенство округа по пауэрлифтингу, а в начале декабря намечена поездка на чемпионат Северо-Запада. Еще о спорте отправляемся снова в первую столицу округа. Борьба на руках, гиревой спорт, бои подушками и катание на санках. В Тельвийске прошли традиционные молодецкие игры. В этом году они стали уже 17-ми и собрали рекордное количество участников. За богатырскими состязаниями наблюдала моя коллега Алина Ваучейская. Она, кстати, уверяет, не перевелись еще богатыри на земле Ненецкой. В Тельвийске более 50 молодых защитников отечества из Усть-Кары, Наринмара, Макарова, Искателей, Красного, Оксина, Великописочного и других населенных. В 17-х молодецких играх еще раз выяснят, кто же из них самый быстрый, ловкий и смелый. В самом младшем из них всего 16. Старшие уже прожили четверть века. Но деления на возрастные группы нет. Первый вид состязаний – борьба на руках. Сильнейшим в ней стал Александр Меца и Скоткина. Пять минут на отдых и вот уже свою богатырскую силу ребята демонстрируют в гиревом спорте. На первый взгляд все просто. Каждый участник должен непрерывным движением поднять гирю вверх на прямую руку и зафиксировать ее. После счета судей, не касаясь гири туловища, спортсмен опускает гирю в замах для следующего подъема. Но вес гири – 16 килограммов. Вот уж поистине проверка богатырей на выносливость. Алихан Киргазоев, выступавший за честь Ненецкого аграрно-экономического техникума, 95 раз поднял гирю и вышел на второе место. И ко всему прочему побил личный рекорд. Впрочем, выносливости Алихана научили далеко не силовые виды спорта. Следом за гирями отжимания, после русские народные забавы. Богатырскую удаля ребята продемонстрировали в притягивании каната и боях подушками. В спортзале стало настолько жарко, что ребята переместились на улицу. Там богатырей ждал еще один этап – веселые старты. Здесь организаторы решили дать ребятам отдохнуть. После забав на свежем воздухе участники переместились в Дом культуры, чтобы выбрать лучшего деревенского ухажера. В этом конкурсе соревновались пять юношей. Парни продемонстрировали умение импровизировать, танцевать и петь, и ухаживать за девушками. Это все интересно, это все спортивно, поднимает патриотический дух. У нас все русского плана, все народное, охота. Что обычно в быту применяется. Лучшим деревенским ухажером признали Александра Сметанина из поселка Красное. А по итогам всех состязаний организаторы выявили лучших в общекомандном зачете. Третье место завоевали ребята из Нинецкого аграрно-экономического техникума. Серебро уехало в Красное, а звание победителей заслужили богатыри из Тельвиски. Это были главные события минувших семи дней. По крайней мере, мы их увидели именно такими. Спасибо, что были с нами. До встречи на севере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова